Визит делегации Мурманской области в Осло стал самым масштабным событием в рамках российско-норвежского сотрудничества за последние пять лет. В столице страны фьордов состоялась презентация нашего региона. Событие собрало около ста представителей обеих сторон. По мнению торгового представителя Российской Федерации в Норвегии Тамары Чернышовой, масштабная бизнес-миссия Мурманской области направлена на решение общих задач взаимодействия бизнеса, создание комфортной среды и максимальных возможностей реализации для людей, живущих на севере. Первый заместитель губернатора Мурманской области Алексей Тюкавин подчеркнул, что в 2013 году инвестиции из Норвегии составили 76% от поступивших в регион иностранных вложений. Наиболее привлекательные для вложения норвежского капитала отрасли экономики – это обрабатывающее производство, оптовая торговля и предоставление услуг. Председатель Комитета по развитию промышленности и предпринимательства региона Ольга Кузнецова обратила внимание норвежских деловых кругов на созданные в Мурманской области благоприятные условия для привлечения инвестиций и ведения бизнеса. А глава администрации Печенского района Сергей Гончар в своем выступлении призвал норвежскую аудиторию к дальнейшему развитию российско-норвежского приграничного сотрудничества. По результатам бизнес-миссии стороны выразили уверенность, что установленные контакты приведут к конкретным итогам, в частности заключению соглашений и договоров. Норвежские участники единодушно отметили, что Мурманская область, как самый территориально близкий российский регион, входит в сферу интересов как крупного, так и малого бизнеса. Несмотря на события, которые в мире происходят, тем не менее отчуждения никакого не чувствуется, что норвежские наши партнеры с большим интересом следят за тем, что происходит в Бурманской области и готовы развивать сотрудничество дальше. Мы договорились наладить программу по обмену опытом, и наши молодые предприниматели будут ездить сюда учиться, и также будет у нас программа по обмену тренерами и бизнес-тренерами, которая будет передавать свой опыт нашим предпринимателям. Продолжение следует...